Всем привет, с вами Ростиксов. Вы знаете что-нибудь о Бэру? Как на этом заработать? Сейчас расскажу. У многих трейдеров, иногда даже криптовалютных бирж, имеется потребность в заебных средствах в крипте. И за это они готовы выплачивать владельцев капиталов вознаграждение. Процесс кредитования пользователей и бирж называется ленингом. Процесс полностью автоматизирован, а безопасность гарантируется торговыми площадками. Поэтому ленинг – один из самых безопасных способов получения дохода. Суть метода максимально простая. Пользователь одалживает на оговоренное время имеющиеся у него криптовалютные активы, трейдеры используют их для маржинальной торговли на площадке в интернете, но особенность в том, что посредником в этой операции выступает сама платформа. То есть прямого взаимодействия между заемщиком и кредитором не происходит. Это упрощает приведение операции, а также дает гарантию безопасности. Процент за пользование кредитными средствами выставляет площадка. То есть риска лишиться средств из-за получения убытка заемщикам нет. Обеспечением возврата средств выступает баланс последнего. То есть если операция принесет прибыль, кредитор свои деньги получит обратно все равно. Это гарантированно. Barrow – это первый леннинг, запущенный в Майонет Нир, подобно Айфе и Кампау. Barrow представляет собой децентрализованный, некостодиальный и автономный денежный рынок, который позволяет пользователям занимать и одалживать свои криптоактивы полностью без ограничений, прозрачно и эффективно. Это децентрализованная платформа процентных ставок, не связанная с кастодиальным пулом, которая позволяет пользователям предоставлять активы для получения процентов и занимать под них, чтобы разблокировать ликвидность. Barrow по своей природе аналогичен протоколам Айф, Кампау и другим протоколам, основанным на пуле. Платформа стремится высвоить ликвидность для процентных активов, в частности для первого уровня использующего производные инструменты, такие как ST-NIR и ST-Ethereum. Пользователи Barrow смогут нести ST-NIR в качестве залога, затем занять больше денег, чтобы создать позицию для ставок с привлечением заемных средств, или занять стабильную монету, чтобы создать позицию с самоокупаемостью. Дезинкарализованные финансы и криптовалюты хороши тем, что предоставляют множество способов заработка заинтересованным пользователям, причем для некоторых из них не нужно прилагать никаких усилий, только предоставить имеющиеся монеты во временное пользование. Банковский депозит – известный способ заработка путем размещения фиатной валюты на временное хранение в финансовом учреждении. Банк использует эти деньги на свои нужды и извлекает из них прибыль, ну, например, выдает кому-то кредит вашими деньгами. Но за это выплачивает клиенту проценты. Аналогичным образом устроены процессы и в криптовалютной сфере, то есть лендинг криптовалюты как способ заработка предлагает передачу монет во временное пользование торговой площадки. Сразу говорю то, что я могу немного ошибиться в комментариях, сможете задать вопросы или поправить, я также делаю некоторые упрощения. А, например, более подробно вы сможете узнать либо на сайте Barrow, там в White Paper, или зайти в чат NIR по ссылочке в описании, и там спросить у модераторов конкретный вопрос, и там вам довольно быстро ответят. А если вы увлекаетесь PlayToEarn играми, то есть чат игры на NIR, где вы сможете зайти и узнать что-то про игры на NIR, кто на чем зарабатывает, ну и тому подобное, там очень много всего интересного. Также по ссылочке будет мой Telegram, что там, я не буду говорить, сами смотрите. Размещать деньги можно на выбранный пользователем срок от недели до трех месяцев. Доходность зависит от типа монеты, срока, лендинга и площадки. Максимальная доходность до 10% годовых. Лендинг – способ пассивного заработка, который требует только начального капитала. Чем больше крипты будет инвестора, тем больше доход он получит в долларах. Чтобы привлечь ликвидность в депозиты в течение первых трех месяцев, протокол выделил 6% от общего предложения своего токена управления BRRR для привлечения инвесторов. В настоящее время протокол позволяет предоставлять и брать в кредит 7 активов. К ним относятся USDC, USDT, DAI, VNIR, ETH, STNIR и VBTC. Будущие владельцы токенов BRRR смогут принимать решение о внесении активов в WhiteList для займов и поддержки через голосование управления. А также я сравнил BRRR с банком. Также банк берет наши средства и выдает кредиты благодаря им. Но у банка большая разница между тем, сколько процентов он дает тем, кто вкладывает в банк, и тем, кто берет кредит. Здесь же эта разница гораздо меньше. С момента своего запуска протокол прошел два аудита смарт-контрактов независимой аудиторской фирмой Blocksec. Первый аудит охватывал сам основной протокол денежного рынка, а второй аудит — обновление протокола Borrow, которые были сделаны при внедрении его дестриализованной автономной организации DAO и стейкинга токенов XBRRR. Таким образом, владельцы XBRRR смогут воспользоваться повышенным вознаграждением за фарминг, а также участвовать в процессе управления протоколом. Долгосрочной целью протокола является открытие следующего уровня ликвидности для процентных активов, таких как деривативы L1, например, ST-NIR и ST-Ethereum. Это позволило бы получать вознаграждение за стейкинг своих активов, сохраняя при этом ликвидный характер этих активов. Когда пользователи смогут поддерживать и заимствовать деривативы для стейкинга, они получат возможность увеличить свою прибыль, получая вознаграждение за стейкинг L1, проценты от займа, а также от эмиссии токенов BRRR. А сейчас посмотрим на сайт AppBorrowCash, посмотрим вообще какой функционал. Ну, примерно тут все интуитивно понятно, но, в общем-то, есть некоторые интересные моменты. Например, сейчас 185 миллионов депозитов, ну, то есть 185 миллионов долларов сейчас внесено, и 111 миллионов заимствовано. Мы сейчас на вкладке депозит, и видим USDT, API 7% годовых, ликвидность 15 миллионов долларов, также видим, например, WANIR, тут уже API больше 13% годовых, есть, например, Aurora, где целых 73% годовых довольно много, ну, и тут мы, в общем-то, можем посмотреть монеты, также справа в углу мы можем подключить свой NIR кошелек, это либо будет NIR Wallet обычно, или Sender. Также у нас есть страничка Borrow, займы, наше портфолио, стейкинг, где можно что-то застейкать, ну, и MOS справа. В общем-то, примерно так. Также, если у вас будут вопросы в комментариях, или в чате NIR, также заходите в чат Игры на NIR, там много всего интересного про игры, часто разные конкурсы, от каких-то заруб в играх, до фановых конкурсов на удачу, а каких, сами узнаете, заходите. Примерно так, всем спасибо за просмотр, удачи и будьте аккуратны. Субтитры сделал DimaTorzok